Продолжение следует... ...связывает все мысли, которые мы высказываем сегодня, и образует единое целое. Один друг подарил мне как-то раз открытку из картона. На ней было написано «Надежда видеть невидимое, осязает неосезаемое, и с надеждой становится возможным невозможным». Уже много лет эта открытка стоит на моем столе, и каждый день напоминает мне о важности надежды, о происхождении надежды. Потому что что-то, что видится невидимое, осязает неосезаемое, и делает возможным невозможным, это Божье происхождение. В западном христианстве надежда — одна из трех добродетелей, которые даются человеку с любовью, и через которые человек получает возможность жить вместе со Святой Троицей. Это возможность христианина принять надежду из его изначального источника, возможность, которой пользуются немногие в нашем современном истанском обществе. Как можем мы в таком обществе быть носителями надежды, и через что ее проявлять? Это один из вопросов моего сегодняшнего выступления. Тема конференции «Надеюсь, значит, существую» получила начало от депрессии. Это скоро станет самой острой проблемой в развитых странах. У нас все больше стресса и также и другие духовные и физические проблемы. И все это является причиной этой проблемы. Я бы хотела напомнить вам некоторые цифры. По данным Международной организации здоровья, к 2020 году депрессия встанет на второе место и в 2030 месте на первое место среди проблем со здоровьем в мире. Что значит, что немного больше, чем через 10 лет депрессия обгонит сердечные болезни, артрит и разные формы рака. Если раньше депрессия была болезнью среднего возраста, то сейчас она проявляется все раньше. Уже со средины 20-х лет и многие молодые люди переживают эту проблему, будучи всего подростками. Эстонский институт развития здоровья сообщал, что 43,9% девочек ощущали депрессию и 24,2% мальчиков до того, как они дошли до гимназии. К 1950 году эту повышенную возбужденность будут называть клинической. Уже назвали клинической. И в 60-х годах это начало становиться нормальным. И оно стало заменять чувство счастья. И на самом деле каждый из нас в той или иной степени сталкивался с этой проблемой. Я предположу, что можно бороться с этими цифрами с помощью осознанности и знания тех факторов, которые влияют на возникновение депрессии в обществе. И мы должны знать, что происходит, когда появляется депрессия. Чтобы понять тех, кто переживает депрессию, а не считать их ленивыми. Это ответственность родителей и учителей. Нужно принимать правильный выбор, чтобы дети меньше подвергались депрессии. Это значит, что мы должны осознавать и свои собственные ожидания. Может быть, там кроются причины, которые заставляют наших детей бегать по колесу белки. Вы знаете, что случается с белкой или с мышкой, которая бегает в колесе? Вы когда-нибудь думали об этом? Если она оттуда не выйдет, что с ней будет? Вы думали об этом когда-нибудь? Она потеряет рассудок. Когда мы думаем о нашем обществе, мы все движемся в эту сторону, в своем колесе белки. Самая главная причина депрессии – это излишний стресс и хронический стресс. И также недостаток сна. Недостаток сна – это уже фактор риска депрессии и повышенной возбужденности. И это можно увидеть уже среди детей младших классов. И эта проблема все более серьезно касается подростков. Это прямо касается того, как много у взрослых и у детей в жизни различных электронных средств. И это то, что мы, как родители и как преподаватели, можем изменить. У нас ускоряется все более социальное время. Это значит, что в обществе происходят все более быстрые социальные процессы и обмены информацией. И общество оказывает все большее давление на отдельного человека. Это культ скорости, это рабство часов, где время превратилось в тирана. Я хотела бы процитировать Карла Анаре, его книгу «Спеши медленно». 200 лет до рождения Христа Плафт написал следующие строки. Пусть боги покарают человека, кто первым временем повел отсчет. Кто солнечный выдумал часы? Кто солнечный выдумал часы, чтобы крошить мой день на малые куски? Присесть не смею я, покуда не укажет тень. Повсюду в городе проклятые часы. Разве это не звучит очень современно? Уже тогда это было так. Я предлагаю в качестве решения проблемы замедлить вращение этого колеса. И иногда нужно уходить в тишину. Тишина дает надежду. Это среда, где дается надежда. Культ скорости заставляет человека обращать постоянно внимание только на внешние стимулы. Но сойдя с колеса, человек может обратить внимание вовнутрь, подумать о своей жизни, о своем опыте, переосмыслить их. Получить лучший контакт со своими потребностями и искать Бога. Нам нужен баланс между внешним и внутренним. Между внешней жизнью и внутренней жизнью. Я, как организатор ретритов, вижу, как во время первых дней ретрита в тишине. Люди, пришедшие из повседневной жизни, нуждаются в первую очередь просто в том, чтобы выспаться, чтобы иметь силы заниматься духовными, внутренними вопросами. Во-вторых, участники ретрита чувствуют большое количество мыслей и чувств. Это мысли и чувства, которые в обычной жизни остаются зачастую без внимания. либо от того, что они направлены наружу, и, может быть, из-за недостатка времени, или же из-за того, что эти чувства подавлены. Подавлены. Но эти чувства и мысли требуют права на жизнь. И они получают жизнь тогда, когда они нам имели возможность сказать то, что они хотят сказать. Когда у них есть право существовать, и они принимаются. Я вижу, как люди принимают свои мысли и чувства и доходят до открытости в отношении себя и в отношении Бога. И вот эта встреча между собой и Богом влечет за собой внутреннее счастье и свободу. Пару недель назад я встречалась с организаторами ретритов Европы в Италии, и брат Джон говорил о молчании молодежи. Он говорил о тех молодых, которые приходят на неделю, и они там три дня, три раза в день молятся, и в тишине проводят от пяти до десяти минут. Сначала им кажется, что этого слишком много, а в конце им кажется, что этого времени мало, они хотят еще. Они до этого даже не знают, что есть такая возможность находиться в тишине, никто их не познакомил с этой возможностью. Я думаю, что это наша задача родителей и преподавателей показать детям альтернативу тишины. Разные ретриты, медитация и иное нахождение в тишине могут порождать вопросы. Почему кто-то должен захотеть окружить себя тишиной, и какая у этого связь с коммуникацией, с надеждой? Обсуждая тишину, социолингвист Адам Яровский называет это тишину ситуации, где действие человека обрамлено тишиной общества. и важно также отсутствие социального ответной реакции. Человек, который ушел в тишину, как бы оградил себя от обычной социальной жизни. Яровский считает, что несмотря на эти коммуникативные рамки, в рамках которых люди думают, это может иметь глубокое значение. Отдельная личность — это единственный восприниматель коммуникации, которая происходит вокруг. Когда человек уходит в тишину, это знак отсутствия коммуникации. здесь нет речи, здесь нет социальной реакции. Создается естественный вопрос, отчего такое отсутствие коммуникации нас защищает, и что оно нам позволяет сделать. Яровский считает, что это позволяет что-то пережить, развить самоосознание человека. Во-вторых, он отмечает возможность, что Бог, природа или другое явление будет второй частью молчаливой коммуникации. Поэтому с точки зрения нахождения в тишине функция отсутствия коммуникации — это развитие религиозного переживания. Также Дана Джек, которая пишет о женской депрессии, тишина может представлять собой изменение и исцеление. Это может быть внутренним диалогом. Мой четырехлетний сын Аксель сказал на прошлое Рождество, что в тишине сердце становится большим. Зачастую детям говорят глубокие мысли. Передают глубокие мысли, и в эти моменты ты удивляешься, как таким маленьким передается такое знание. разве таким образом мы не лучше понимаем другого, мы не лучше понимаем жизнь, мы же лучше понимаем, познаем Бога, и в тишине сердце растет и открывается. Поскольку мое время кончается, я перескочу аспект тела, депрессия в мозгу означает зиму, там ничего не растет, там нет надежды. Я приступлю к заключительной части своей речи. дети отражают нас, родители и преподаватели, мысли, которые в нас, чувства, которые в нас, наши убеждения, нашу веру, надежду и любовь, а также и наши изъяны, и то, что следовало бы исправить. И мы со своей стороны отражаем детей, и здесь получается такое взаимное общение, коммуникация. Мы вместе растем и взаимно обучаем друг друга. Об этом отражении взаимном можно сказать зеркало в зеркале, шпигель им шпигель. Полноценно это может происходить только когда, тогда, когда мы действительно присутствуем всем телом, душой. Действительно присутствуют те, кто в тишине встречались с самим собой и с Богом, кто сам, божественная коммуникация. и так, как нервные клетки могут выполнять свою функцию, передавать нервные импульсы друг к другу, тогда, когда они между собой соединены, точно так же мы можем выполнять свою задачу быть человеком, только будучи в соединении друг с другом, точно так же, как нервные клетки соединены с другими клетками. И так, таким образом мы можем воспринимать надежду и передавать ее только в связи с Богом и с окружающими людьми, чтобы наши дети были бы детьми надежды, а не депрессии. АПЛОДИСМЕНТЫ